В Алматы продолжается судебный процесс против лидера объединения «Оставим народу жилье». Бывший заместитель председателя организации Сулубики Джексалыкова требует себе печать и учредительные документы, а также хочет стать во главе компании. Лидер же объединения Есенбек Уктишбаев уверен, что иск заказной, а цель Джексалыковой – уничтожить организацию, которая много лет раздражает власти акциями протеста. Три года назад Джексалыкова создала организацию с почти аналогичным названием «Обеспечьте народ жильем». Бывшие соратники обвиняют ее в попытках раскола движения. Ее требования, конечно, абсолютно незаконны, ни по каким меркам. То есть и по закону об общественных объединениях, и по уставу общественного объединения высшим органом является общее собрание. То есть они собрались несколько, там 8-9 человек, вот, и якобы они провели собрание, являются учредителями, вот, и провели собрание, меня сняли с должности председателя и назначили эту Джексалыкову Сулубики. И на основании вот этого протокола требует, чтобы я, как, первое, это передал ей документы, там очередные документы, печать. Выразить свое недовольство пришли около 50 человек от организации. Приехали председатели из других регионов, чтобы просить суд ни в коем случае не передавать Джексалыковой документы. Зал не смог вместить всех желающих. Многим пришлось стоять в коридоре. Члены движения горой встали за своего лидера. В ходе процесса истица сама подтвердила, что по закону общее собрание является высшим органом движения. Высшим органом является общее собрание объединения, созванное решение одного раза в год. Общее собрание членов объединения считается правом, правомочным при наличии, два и один из членов объединения. Члены объединения были так возмущены, что не могли сдержать своих эмоций, и по окончанию суда разразился скандал. На улице не состоявшегося председателя провожали дружным скандированием.